Коллеги, мы продолжаем наши, так сказать, гурные дискуссии. Приступаем к нашему второму спорному докладу, касающемуся глобальных угроз 21 века в рамках поиска новой методологии консорциума устойчивого развития 20-30+. Пожалуйста, наш новый докладчик Андрей Иванович Аганин. Пожалуйста. Через Уолли и через А. А. Аганин, да? Да. Ну, я на чем бы хотел остановиться, что все-таки очень сложно придумать все-таки единую парадигму для всего человечества. Это точно. Вот так, что в математике существует такой известный результат, почему нельзя причесать ежа. То есть, если вот каждой ему там, допустим, в сфере, в каждой точке сферы какой-то вектор придать, и потом, чтобы причесать это, значит, гладким образом, эти вектора менялись, переходя от точки к точке, получается, что это невозможно сделать. Видимо, поэтому невозможно все-таки какую-то единую парадигму для всего человечества придумать. Какой-то центр может возникнуть, допустим, как римский такой клуб, интеллектуальный центр, да, мирового там правительства, допустим, скажем. Но он предлагает какую-то концепцию, но он столько факторов не учитывает, столько игнорирует, что в итоге ничего хорошего получиться не может. Это может быть один центр, это может быть другой центр, но никогда не будут все вдовлетворены. Обязательно кто-то будет несогласен. И что делать тогда же с несогласными, да? Сами мы знаем, вот Земля существует, у нее там два полюса есть, северно-южный, магнитные, полярные, и относительно оси вращения. Они не совпадают, то есть магнитные поля, то есть это мы говорим по различным аспектам развития человечества, единого, как бы в целом мы признаем, что они вроде бы единые, и в то же время мы не понимаем, как им можно управлять из единого центра. Насколько это большая такая философская мировоззрическая проблема? Возможно ли это? Ну, на самом деле это проблема, которая ответа пока на сегодня не имеет совершенно точно. Будет ли она иметь какой-то ответ там спустя годы? Большой вопрос. Может быть, да, а может быть, нет. А какой ответ будет, если он появится? Единый или человечество? Это вот проблематика буквально. Но в то же время, конечно, подход, когда нам представлен список угроз, угрозы как-то аланжированы, это достаточно зрелый подход. Он что может обеспечить? Он может обеспечить некоторый список, который, очевидно, с годами будет только пополняться, потому что как и мир развивается, и он развивается именно из-за того, что он неустойчив. Как только он станет устойчивым, он перестанет развиваться. То есть, как можно представить, что Земля перестанет вращаться вокруг своей оси? Вот она потеряет два полюса. Не будет ни северного, ни южного, но с другой стороны, а как она будет существовать во Вселенной, в Солнечной системе, это совершенно непонятно. Правда? Поэтому, конечно, перечень составлять угроз, стоящих перед человечеством, на сегодня, безусловно, надо. Вот этот перечень, очевидно, если мы не сам уничтожимся, как человечество единое, этот перечень должен расширяться. Несмотря на то, что мы с угрозами как-то будем бороться, мы будем только их ослаблять, вряд ли мы абсолютно такую-то угрозу уничтожим. То есть, если на каком-то этапе угроза существовала, проходит, допустим, 25 лет, что-то финансируется, какие-то мероприятия осуществляется, исчезает совершенно эта угроза. Это вопрос такой, тоже дискуссионный. Список угроз будет расширяться. Методы решения угроз, наверное, нужно все время нульного совершенствовать и совершенствовать. Я просто хотел бы в твоем докладе обратиться к результатам исследований группы ученых из 13 научных и статистических центров таких государств, как США, Великобритания, Швеция, Дания, Германия, Канада, Россия, которые в марте 2019 года опубликовали отчет, которым упорядочены результаты наиболее качественных и серьезных исследований относительно долгосрочных траекторий человеческих деятельностей. И, соответственно, развитие человечества едино или не едино, так иначе все равно что. Они синтезировали перспективное направление исследований в целом в ряде областей знания, включая демографию, экономику, науку об устойчивом развитии, анализ рисков, прогнозирование научно-технологической динамики, политологию, археологию, климатологию, астабиологию и тому подобные дисциплины. И по итогам осуществленного многостороннего и многостранового исследования был сделан отсчет, где было выделено пять основных структур траекторий долговременной динамики развития человеческой цивилизации. Какие же это пять траекторий? Это структура, траектория, статус-кво. Что такое статус-кво? Это когда динамика человеческой цивилизации в будущем будет примерно та же самая, какая была с момента возникновения человеческого общества, примерно 7-8 тысяч лет тому назад. Что динамика будет какая-то предсказуемая, управляемая, то есть самоотправляемая. Дальше структура катастрофической траектории. Тут масса существует вариантов, которые полагают, что в результате того или иного процесса человечество будет стерто с лица Земли либо отброшено в своем развитии на 10-15 тысяч лет тому назад. Таких вариантов куча много. Это второй тип. Третий тип – это траектория структурного разрыва, который мы можем наблюдать на примере развития человечества в последние 10-15 лет. Когда ряд проблем решаются, при этом возникают какие-то все новые и новые. Решая одни проблемы и что-то оптимизируя, мы вместе с тем получаем совершенно новые проблемы и они ломают ситуацию. Например, успешная смена режима воспроизводства населения в большинстве государств мира. КНР сейчас снижается рождаемость, там даже прогнозируется к 2035 году стабилизация населения, к 2070 году сокращение. Что такое будет и в других государствах мира. Вместе с тем, ускорение темпов динамики проявляется и появляются новообразуемые сегодня варианты развития, подчеркивающие ныне обязательные сегодня ограничения. То есть что-то нарушается, что порождает новые проблемы одновременно с тем, что вроде бы идет стабилизационный вариант развития. То есть это второй подход, третий подход, прошу прощения, третий экспансионистской структурой траектории, при которой позитивная динамика развития человеческой цивилизации останется в целом такой же, как под 70-15 лет, но будет направлена во внешнюю экспансию. То есть мы все-таки будем так как-то заселять Луну, исследовать Марс, что-то там добывать полезные ископаемые, которые будут на Земле, нам перерабатываться. И это уже вот то, что на протяжении 10 лет, 10 тысяч лет развития человечества, но отсутствовало. Мы подошли к этому в 60-е годы, потом это все было приторможено, в том числе в результате исследований Римского клуба, как бы решили отказаться от такого в развитии варианта развития человечества. И пятый подход, это структура проектория антропологического перехода, когда возможно разделение человечества на несколько раз, вернее, не на несколько раз, а уже на несколько видов, то есть как бы не будет идти речь о едином человечестве, наоборот, еще дефрагментация этого человечества произойдет, потому что найдены антропологические подтверждения того, и археологические, что существовали различные человекоподобные виды, совсем еще недавно, там, денисовцы были обнаружены на Алтае, и они совершенно с кроманьонцами не были одним видом, при этом параллельно существовали, а почему не может быть это и через некоторое время даже в результате человека, медицинское, так сказать, медицинское, биологическое исследование ближайшего будущего. Значит, вот эти пять типов развития нашего человечества, каждый приведет к ряду различных проблем. Я вот эти проблемы хочу описать поподробнее, то есть это своего рода угрозы, которые стоят перед нами, но они вот бьются на пять этих кластерах, то есть когда мы выходим за пределы Земли, когда Земля развивается более-менее, вот так как она развивается, человечество развивается, как она развивается, когда тут какая-то катастрофа может произойти, когда тут может что-то улучшиться, что-то ухудшится одновременно, и когда несколько видов вообще на Земле деле. То есть на все это тут варианты, 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 которые все абсолютно реальны и научны, Это не фэнтези. Значит, вот при том, что человечество будет развиваться так, как примерно оно и развивалось 7-8 тысяч лет последних. То есть без каких-либо катастроф. В это время, значит, человеческая история две картины мира дала нам. Одна, это греко-римская традиция, выраженная Августином Блаженом. Это взгляд на историю, как на линейный процесс. Европейский такой подход, который с момента зарождения Средиземноморской южной цивилизации возник. И был подход, который сохраняется до сих пор. Китайский, индийский картины мира, когда вот это все циклично. И в какой-то части, значит, человечество у нас одни подходы, в какой-то части другие. Они немножечко не стыкуются. Это вот опять говорит о том, что существуют полюса. Эти полюса пока еще не договорились друг о другом, чтобы в единую картину мира, в единый, так сказать, образ для всего человеческого рода на Земле. Все равно есть какие-то различия, они мировоззренческие. И они уже эти мировоззренческие подходы в разных частях нашего земного шара приводят к тому, что какие-то противоречия сохраняются, и они не могут быть устранены. Никто не может отдать суверенное свое, так сказать, право на ни ООН, ни Римскому клубу, ни какой-либо другой организации. И так вот просто запланировать устойчивое развитие человечества невозможно. Когда-то даже наш еще советский, а ныне украинский ученый Мельников, он говорил, что само, как минимум, терминология устойчивого развития, это похоже, что либо неверный перевод на русский язык того, что закладывалось в концепцию устойчивого развития, либо это изначально, так сказать, ложная концепция, она абсолютно неосуществима. И до известной степени это положение Маслова подтверждал и академик Моисеев, который говорил, что смысл, судя по всему, устойчивого развития в коре эволюции человека и биосферы, наверное, в этом состоит. Но, может быть, Моисеев как раз предлагал что-то более реальное, чем авторы концепции устойчивого развития. Концепция устойчивого развития озвучена была в 92-м году на конференции в Рио-де-Женейро. Сама конференция была итогом работы в комиссии ООН под руководством Брухановым Брухановым в 80-е годы, с 83-го начиная. И явилось логическим продолжением доклада «Пределы роста» Кримского клуба. То есть это все взаимосвязанные вещи, которые какую-то линию определенную для развития нашего человечества придумали. Дальше мы говорим о том, что в 2000-м году была концепция устойчивого развития в 2015-м году. Сейчас новая вариация. Но это все тема во многом и во многом спорная. Изначально спорная, внутренне противоречивая. Это кому-то выгодно, но обязательно в этом устойчивом развитии, хотя никто про это не говорит, есть кто-то, кто будет этой концепцией недоволен, и их интерес игнорируется просто абсолютно этой концепцией. Может ли наш консорциум ее выдвинуть? Я думаю, для нашей страны, для нашего государства, безусловно, и его союзник. Это реально. Можно ли это сделать на уровне ООН? Мне кажется, все-таки это проблематично. Ну, мы предложим. Ну, предлагать надо, безусловно, надо иметь, что предложить. Но для этого, действительно, надо эту концепцию сначала разработать для самих себя. Значит, какие же угрозы? Вот я немножко от угроз перескочил на саму концепцию, попертиковал, что она несостоятельна, принципиально несостоятельна, философски как бы, а самых каких-то развития, возможно, тогда, когда равновесие отсутствует. Когда оно есть, это равновесие кладбища, да? То есть, фактически, развитие тогда уже и не нужно, когда присутствует равновесие. Поэтому устойчивость, развитие не может быть устойчивым. Оно какой-то нелинейный характер имеет, вот как примерно частица приброзовского движения. Но это все-таки развитие. Человечество всегда что-то новое получает на основании прожитого. Даже вот угрозы опять в список составляем сегодня, через там пять лет они совершенно новые. Предыдущий докладчик правильно сказал, что римский групп там не учитывал шесть групп угроз. Это совершенно правильно он сказал. Но то, что этих групп, может быть, не семь, а уже сегодня больше, а кроме того, что этих угроз мы еще не знаем, как решать. То есть, это тоже должен быть какой-то хотя бы российский центр по преодолению этих угроз, да? По профилактике, по устранению. Но это, конечно, серьезная вещь, которой должна финансироваться этот центр. И на очень серьезном уровне. То есть, представляется, что как минимум при участии российского государства, а также, может быть, еще и иные источники финансирования. Значит, сейчас я остановлюсь на структуре траектории катастрофы. Здесь различными учеными, научными центрами мира сегодняшнего выделяется 25 вариантов конца света. Наверное, этот перечень тоже не окончательный, но на во всяком случае в марте 2019 года, те, кто участвовал в подготовке этого доклада, 25 вариантов конца света назвали. Включая глобальную ядерную и легенную войны, столкновение с небесными телами, извержение супервулкана, глобальное потепление, непрогнозируемые последствия научных открытий, непрогнозируемые последствия технологических достижений, безответственный искусственный интеллект и прочие-прочие ночные кошмары. Но все это абсолютно научно обоснованные варианты катастрофы. Буквально последние два года появилось несколько принципиально новых сценариев глобальной катастрофы, самыми известными из которых стали концепция Бострома о черном шаре и концепция Тона и Макгрегора об особой цепи событий. Концепция Бострома базируется на том, что в ходе технологического развития будет сделано какое-либо открытие, либо создана новация, которая с момента своего появления на свет чревата, а точнее почти неизбежно придет к гибели человечества. Сценарий Тона Макгрегора еще более изощренен. Он предполагает возможность особой цепи событий или цепочки катастроф, каждый из которых не носит терминального характера по одиночке, но вполне реальность становится катастрофа по итогам цепочки этих катастроф. Однако в системе причинно-сердственных связей эти несмертельные катастрофы в итоге выводят на апокалиптический результат. В 2018 году появилась принципиально новая концепция катастрофической траектории, разработанная группой молодых ученых из Чиликского технологического университета университета Технеон в Израиле. В основе этой концепции лежит новейший еще не вполне введенный в научный оборот открытие относительно механизмов наследственности в человеческих популяциях и влияния циноза на поведение. Ну там вообще говорится, что буквально за 100-200 лет можно человечество так гены поменять, что человечество резко сокращается в свою численность в течение нескольких поколений. и численность этого человечества сократится до нельзя, и качество самого человека. Но это все равно, что мы дикого волка превратим в какую-то карманную собачку. Примерно то же самое может произойти с человечеством по прогнозам за 100-200 лет при определенных, так сказать, вариантах. при электронном бунсоне. Тихо-тихо. При электронном бунсоне. Это была не удачная реплика, а... Подытоживая, здесь я вот именно этих вариантов, к сожалению, я не сделал презентацию, я сделал текст, там я выделал, вот эти все очень перечислил массу угроз, они выделены красным цветом, они будут разосланы, все вы их увидите. Это все как бы научные гипотезы и абсолютно реальные по срокам достижения в какие-то там буквально десятилетия, 30, иногда там 150 лет. Поэтому что хочу сказать, если подытожить. Необходимо действительно какую-то концепцию, парадигму, российскую назовем ее так, развитие человечества создавать. Ее, безусловно, надо создавать на очень серьезном уровне, как и финансирование, так и создание научных центров, научных групп. Будет ли она международной? У меня вот тут самого вопроса Сергея Владимировича возникает. Вот наша консорция носит российский характер, евразийский, то есть, ну, союзнический. Россия плюс союзница, да? Там не будет, это не всемирный консорциум пока, да? Ну, почему? Есть Южно-Восточная Азия, контакты, то есть, есть Южно-Восточная Азия. То есть, перспективы международного консорциума, мы думаем, возможны. Потому что мы приходим в ситуации невозможности и нового пути, в которых появляется глобальная угроза, мгновенно снимаются все противоречия, короче, если не на самом деле. Поэтому, перспективы международные, опять же, возможно, мы ее предлагаем, открываем, кто пойдет, тот окажется на корабле, но не пойдет, кто, так сказать, будет управлять с угрозами сам. Ну да, то есть, это все действие с консорциумом, она просто необходима, и просто в два ли года мы сумеем достичь временем даже для России результаты. Это все-таки вопрос. Нельзя этому быть растягиванием на 40 лет, но работать надо очень интенсивно, но это действительно работа, серьезные и очень-очень. Методы же какие? Ну, наверное, все-таки нам надо не отказываться от гуманизма. Я тут сейчас, значит, что, какие вещи нам надо обязательно подытожили, учесть, что методологию я должна, видимо, нашего консорциума учитывать такие приоритеты, как приоритеты, которые должны быть учтены при разработке и движении манифестации новые парадигмы будущего нашего мира. Мы понимаем, что насколько это будущее нашего мира, нашего, подразумеваем, российского. Если шире, прекрасно, насколько реально? Другой вопрос. Полный отказ от концепции устойчивого развития в варианте римского клуба, потому что это тупик для человечества, даже римский клуб, наверное, как-то дает понять, но тем не менее он ничего не предлагает взамен, и значит, отказ от концепции устойчивого развития по версии римского клуба и некоторых других закрытых организаций, как-то бельдербергский клуб, наверное, у них тоже какие-то варианты устойчивого развития свалил, а как отложного посыла для всего человечества, не несущего его развития, обосновывающий глобальный фашизм в заварированном виде. В настоящее время гуманизм переживает серьезный кризис из-за обозначившегося в начале 1990-х годов торжества мирового проекта мировой глобализации. Однако, по мере обозначившихся и все более нарастающих проблем в дальнейшем разворачивании и продвижении мирового проекта мировой глобализации в гуманизме возникает второе дыхание, так как замаячило перспективу нового мирового проекта скрытого, неофишированного глобального фашизма и цифровой фашизм лишь одно из его проявлений. Российская идея на научное сообщество должно совместными усилиями разработать, выдвинуть и манифестировать новую паразитику будущего нашего мира и оформить ее в дальнейшем в некую концепцию и доктрину концепции в основном ценности, которые мы в этой парадигме выражаем для мира, а доктрина это еще и цели и ценности, которые имеют определенные сроки и достижения и инструменты достижения для этого как говорится сейчас. Российская идея на научное сообщество должно твердо отвергнуть глобализацию, неолиберализм, неомальтузианство, провалившиеся капитализм, доклады предела роста, энвайроментализм, что у нас обычно используется слово экологизм, устойчивое развитие, то есть опять условище развития в кавычках, а самое главное глобальное новое парадигма будущего нашего мира, российское идея на научное сообщество должно разрабатывать на основе идеи хелиазма, гуманизма, христианства, подразумевая под ним православие, социалистическо-коммунистический выбор, цивилизационные, социокультурно-генетические коды, традиционные для нашего общества, принципы справедливости и законности. Российское единое научное сообщество должны составить творческие работники, священнослужители, ученые, учителя и гражданские чиновники, которые вместе могут быть основой отечественного опасного. про чиновников есть не только гражданские и чиновники и в погонах они тоже должны принимать активную часть. Вот такой мой доклад. Предлагаю поаплодировку. Андрей Иванович, все очень здорово, очень тщательный доклад. Единственное, что я бы предострел, так сказать, хотел бы сохранить слово «глубалист», забрать от него негативные коннотации, потому что я надеюсь, что устойчивое развитие в русской редакции, в русской сборке будет таким, знаете, ломальным бумерангом, который мы кинем обратно на мировое сообщество. Поэтому это будет русская глобальная инициатива, поэтому слово «глубалист» само по себе, это слово, оно, это инструмент. А вот глобал-фашизм, если это явление можно описать, научно обосновать, то его против этого название ясно не угрожаю. Но слово «глубалист» это оно, так сказать, еще пригодится. Группный да-да-да-да-да-да-да- сеньюрный проект. Мы, как всегда, спасем вместе с остальными. Итак, коллеги, пожалуйста, вопросы на уточнение услышанного материала. Пожалуйста. Спасибо. Вы мне потом подадите, визитку дадите. И я просто поделаю. Поделаю. Не по визитке. Сергей, минуточку. Я хочу добавить, что все понимали, откуда слово «устойчиво» взялось. Действительно, некорректный был перевод с английского «состембл», который пришел от канадских моряков, которые занимались выловом рыб, и означал, что он навсего вылов ровно такого количества рыбы, который позволил бы данному косяку не просто восстановиться, а чуть-чуть даже увеличиться. И все. И отсюда у нас поэтому в нашей стране в этой среде интеллектуальной вот такое непонимание. И все. Доклад мне правда очень понравился. Спасибо. У меня вопрос такой. Вот вы закончили тем, что нужно в новом редакции должны быть гуманист, калиазы, гуманист, христианство и справедливости. Но, в общем, у нас захотелось бы, понимаете, это спрятание проблемы в этих словах. Понимаете, в этих словах выделить то и на научной основе, и на общепонитивной, какие же все-таки ценности здесь или понятия вы предлагаете положить в будущее устойчивое развитие. Потому что, сказав вот так, как это, вы ничего не сказали. Ну, все за советливость, все за гуманизм. А что вы это вкладываете? Если так более конкретно, на понимание. И главное, главное вы. Да, надо, чтобы все гармонично развивались. Нет, опять, а что такое гармонично? Гармонично, да. Что такое? То есть, чтобы все-таки численность населения допустимо вот так. Опять же, что, я прошу, не надо уходить в слова. Прямо человечество решает. Ну, секундочку, ну, послушайте, вы знаете вопрос, который занимает ни одну, так сказать, ни один человек сейчас, пилотовских рассуждений. Вот смотрите, по-другому, коротко. Вы можете пять аксиоматик назвать? Ваши парадигмы, нет, ваши парадигмы концепции, принципов, или принципов. Вот пять принципов. Или хотя бы один или два. Да, хотя бы, вот на каких принципах? Ну, вот справедливость, загон, что все-таки какой-то парадигмы, это что? Это свор правильный язык. Ну, парадигмы это перечень этих аксиоматик. Тогда, такой вопрос, вы назовите один-два принципа справедливости. ой. Ну, что, ребята, зачем слова бросать? Ну, вы сейчас не знаете, чтобы это было проявлено, вы не надо влечиться. Такого улетающего социального неравенства, которое сейчас присутствует, я в этом докладе много цифр здесь предъявил. не вам, к сожалению, услуг привел, но привел. Что является правой? На какой платформе вы стоите? Аксиматика вашей платформы? Социалистический, коммунистический выбор. Это формат. Ну, вот, хотя бы, формация. Социалистический, по мистическому, формация, Ну, это, значит, материализм, геолектический материализм, исторический материализм и политэкономия. Справедливость, как понимается, предыдущий докладчик говорил, что и богатые там, богатеют и как-то и бедные ничего. Но на самом-то деле реальные цифры даже представители научных центров капиталистических государств сегодня показывают, что средний класс сокращается. Вот эта самая самая богатая прослойка, она все меньше и меньше процентов всего человечества по конкретным странам составляет. И при этом они все больше и больше долей, это богатая прослойка, а ее процент от населения того или иного государства или от всего мира сокращается. Почему-то процесс идет и в Бразилии, и в Швейцарии. Отвечаю на ваш вопрос. Вот та самая диаграмма, которую я, скажем, озвучил в самом начале. Это называется вторичное исследование деск-ресерч, то есть вторичное давление. Динамика в единой методологии исследования Швейцарского одного измельчинского центра. Динамика структуры богатств по категориям супербогатые, сверхбогатые и бедные за 8 лет периода, который накрывает и предыдущую программу ООН до 2015 года, и программу ООН с 2015-2030 года, то есть текущего устойчивого развития, кавычку. Пожалуйста, что мы видим? Богатые все больше роготеют, бедные все больше беднеют. Ну то есть это вот, кстати говоря, я нашел форму визуализации, чтобы показать схему этой, значит, конфигурации, схему. Обратите внимание, богатых очень мало, но они супербогатые, бедных очень много, но они супербедные. Мы получаем ситуацию вот такую вот, эта буква Т, она крайне неустойчива, и эта структура низбаланса только нарастает. Это показывает, это не патетика, не эмоции, не справедливость без награбленных, это социально-экономическая метрика. То есть миллион долларов сажан человека, значит, до полного человека в месяц количество чужих поголовных. То есть эта детруктивная картина только нарастает. Поэтому нам нужно с этой ситуацией делать. И происходит это из действующих законов. Вопрос совершенно бедный, поэтому еще другие ответы. Закончили, закончились вопросы? есть еще. Последнее, что вы говорили, если правильно запомнили, и меня в мозги не забили. Вы что-то упоминали по поводу христианства, православия. христианство как православие, потому что уже... А можно узнать мнение, если оно известно вам, миллиарда мусульман? Нет, вообще, мы говорим и про красный проект. Здесь уж на то пошло. Он все-таки достаточно универсален. Он опять, наверное, не на сто процентов с этой категории тяжело мужества будет. Но, конечно, это условное христианство, потому что у ислама и у христианства, когда мы имеем под ним православие, есть общий корень аврамической религии. Это тоже гуманная религия, если мы не будем брать там какие-то салафитов и все такое. Правильно? И большинство мусульман они все-таки тоже в аврамической религии близкой с православием. И там многие запреты те же действуют. Если мы будем брать салафитов, там другое дело. Если мы будем брать какие-то определенные протестантские динаминации, там тоже другое. Поэтому ответ получил. Да, ответ был такой.